Волкер. Российские вооруженные силы уже не в состоянии продвигаться дальше. Российские войска уже не в состоянии продвигаться на фронте. Причиной этого является плохое оснащение и командование. Об этом в интервью РБК Украина, рассказал бывший спецпредставитель США, в Украине Курт Волкер. По его мнению, у Украины уже есть определенная победа, ведь российский диктатор Владимир Путин, хотел уничтожить государство в целом, но этого не произошло. Что касается событий на поле боя, то очевидно, что российские вооруженные силы уже не в состоянии продвигаться дальше. Они пытались, они очень сильно пытались, за последние несколько месяцев и зимой, но они не организованы, они не могут закрепляться на позициях, сказал он. Волкер. Он добавил, что российская армия не имеет успехов на фронте, из-за плохого оснащения, командования, контроля и координации. В то же время украинские войска хорошо подготовлены, хорошо оснащены, интегрированы, и они находятся под мощным командованием. Это сыграет решающую роль в ближайшие месяцы, когда Украина будет продвигаться дальше, добавил бывший спецпредставитель США. Он отметил, что не знает деталей предстоящего контрнаступления, но уверен, что борьба Украины будет продолжаться и дальше. Позиция США по поводу войны. США с начала полномасштабной войны поддерживают Украину, и оказывают военную помощь. В частности украинские военные, получили от США реактивную систему залпового огня HIMARS, которая помогает уничтожать цели в тылу врага. Кроме того, США передали бронированную технику, противотанковые и зенитные средства. Также Пентагон согласовал передачу, Украине 31 танка Эбрамс. По предварительным данным, ВСУ получают эти машины осенью, а обучение танкистов начнется уже в ближайшее время. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.